Приветствую, друзья! Сейчас будет что-то очень интересное, интригующее. Не хочу много тратить вашего времени, поэтому давайте приступим. Название этого фильма будет в описании к видео. Действие фильма начинается во времена террора, когда заключенный в тюрьме Маркиз де Сад пишет рассказ о либендиозной мадмуазель Ренари, аристократке, которая встречает в своем палаче выдущегося садиста. Проходит несколько лет, и Маркиз оказался в лечебнице в Шарантоне под присмотром просвещенного Аббата де Кульме. Маркиз публикует свои произведения через прачку Мадлен Мэдди Лекерк, которая через анонимного всадника переправляет рукопись издателю. Последняя работа Маркиза, Жустина, публикуются на черном рынке с большим успехом. Наполеон приказывает сжечь все экземпляры книги, а автора расстрелять, но его советник Дильбене смягчает эту спорную идею своей собственной. Послать традиционалиста доктора Роир Калара заглянуть в Шарантон и заставить Маркиза замолчать. Доктор Роир Калар прибывает и сообщает Аббату, что терапевтические труды Маркиза были распространены для всеобщего потребления. В ужасе Аббат отвергает предложение Роир Калара о нескольких архаичных методах лечения и просит поговорить с самим Маркизом, который тут же клянется в послушании, подмигивая Мадлен через глазок. Роин Калар берет отпуск и отправляется в монастырь Пантемон в Париже, чтобы забрать свою обещанную невесту, несовершеннолетнюю Симону. Император дарит им запущенный замок, а для его ремонта приглашает молодого красивого архитектора Пруи. Поспешный брак вызывает много сплетен в приюте, что побуждает Маркиза написать фарс для представления на публичной выставке. Его дерзкая пьеса под названием «Преступление любви» прерывается, когда заключенный Бушон пристает к Мадлену вне сцены, в результате чего она бьет его утюгом по лицу. Роир Калар закрывает публичный театр и требует, чтобы Аббат сделал больше для контроля Маркиза. Разгневанный Аббат конфискует у Маркиза перья и чернила, что приводит к новым подрывным действиям, включая историю, написанную вином на простынях и кровью на одежде. Это также приводит к дальнейшим лишениям. В итоге Маркиз остается голым в пустой камере. В то время, как это происходит в приюте, Симона была насильно введена в мир взрослых своим мужем. Она без зазрения совести покупает экземпляр Жустины, Маркиза де Сада, соблазняет прию и молодые любовники сбегают вместе. Она оставляет после себя письмо, объясняющее ее действия, и экземпляр Жустины. Обнаружив это, доктор Роир Калар считает Маркиза источником своих бед и начинает ему мстить. Мадлен, которую собирается высадить из Шарантона за ее роль в помощи Маркизу, просит его рассказать ей последнюю историю, которая должна быть передана ей через пациентов в психушке. Бушон, заключенный в конце передачи, взволнован рассказом, вырывается из своей камеры и убивает Мадлен. Их убежище поджигает пироман Доффин, и заключенные вырываются из своих камер. После тела Мадлен находит ее слепая мать в чане для стирки, а Бушон схвачен и заключен в железную куклу. Аббат обвиняет Маркиза в смерти Мадлен и приводит его в ярость. Маркиз утверждает, что был с Мадлен во всех мыслимых отношениях, но ему сказали, что она умерла девственницей. Аббат отрезает Маркизу язык в наказание за его причастность. В одной из последующих сцен в фильме, Аббат во сне совершает грязные действия с трупом Мадлен. Здоровье Маркиза сильно ухудшается, но он, как всегда извращенный, украшает свою Аббулету рассказом, используя фекалии в качестве чернил. Когда Аббат заканчивает читать последние обряды, он предлагает Маркизу подсловать распятие, которое тот проглатывает и захлебывается, тем самым совершая самоубийство. Год спустя новый Аббат, Дюма Пасс, прибывает в Шарантон и проводит большую экскурсию. Убежище было переоборудовано в типографию, а заключенные стали ее сотрудниками. Печатаемые книги по произведению Маркиза де Сада. В конце экскурсии новый Аббат встречает своего предшественника, который живет в старой камере Маркиза. Жаждущий писать, он просит бумагу перо у Аббата, которого проваживает Роэл Калар, теперь уже надзиратель убежища. Однако глазок открывается, и мать Мадлен просовывает в него бумагу, перо и чернила. В этот момент Аббат начинает яростно писать, а Маркиз ведет свое повествование. И на этом моменте фильм заканчивается. Друзья, какие у вас мысли после этого фильма? Напишите об этом в комментарии, мне интересно будет почитать. Пожалуйста, поставьте также лайк и подпишитесь на мой канал. Если вы досмотрели до конца, мне кажется, вам понравятся эти видео. Я желаю вам хорошего дня и до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok